Что такое продовольственный марафон? Какова потребность в продуктах питания малообеспеченных жителей Самарской области? Вы смотрите программу «Первые лица». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте! В нашей студии Юлия Назарова, член совета и вице-президент фонда «Продовольствие Русь» и священник Максим Кокарев. Здравствуйте! Они могут купить продукты для себя и, самое главное, они могут купить продукты еще для нуждающихся. При этом после зоны КАС обычно стоят наши волонтеры, которые принимают эти продукты и в дальнейшем уже собирают такие продуктовые полноценные наборы, которые передаются нуждающимся того или иного региона. Сложности какие в организации этого процесса? Потому что людям нужно объяснить, что это, людям нужно объяснить, зачем это, людям нужно объяснить, куда это затем пойдет. Да, безусловно. Я бы не назвала это сложности, на самом деле. Есть определенные такие моменты, которые мы пытаемся донести до покупателей. Да, действительно, волонтеры, которые стоят в магазинах, они должны объяснить людям, как же можно принять участие в акции, что нужно сделать и, самое главное, какие продукты можно пожертвовать. Потому что мы принимаем не все продукты, мы принимаем только несколько портящиеся продукты, которые в дальнейшем могут быть доставлены в соответствующем виде до нуждающихся. И самый такой острый момент в проведении этой акции – это, собственно говоря, набор этих волонтеров, которые будут стоять в магазинах. И вот сейчас, 29 сентября, стартует продовольственный марафон здесь, в Самаре. И на самом деле открыт волонтерский сбор. Можно зайти на сайт фонда продовольствия «Русь» и записаться, стать нашим волонтером. Еще не поздно это сделать. И поскольку магазинов очень много, набор действительно до сих пор ведется. И на порядка 200 магазинов мы набираем ориентировочно 500 волонтеров. То есть это такая масса большая людей. Ну, это, в общем-то, целая армия людей. Да, целая армия. Юлия, а кто «мы»? Потому что вы говорите «мы», фонд. Вот расскажите о фонде, расскажите о вашей организации. Что это и какова, так сказать, цель для того, чтобы люди понимали, кому они придут, кому они будут помогать? Мы – это фонд продовольствия «Русь». Вкратце скажу, мы занимаемся, как фонд, мы занимаемся, мы кормим нуждающихся. Делаем это более шести лет. Делаем это на всей территории России. И, собственно говоря, у нас есть несколько механик того, как мы получаем эти продукты. Первое и основное направление – это работа с производствами, производителями, которые на постоянной основе жертвуют продукты на благотворительность. Второе направление – это так называемые фасовки народных обедов. То есть это добровольческий, на самом деле, проект, в рамках которого добровольцы раз в две недели собираются и фасуют продуктовый набор, куда входят пять круп и масло. И, собственно говоря, третье направление, такое глобальное и очень важное для нас – это как раз те самые продовольственные марафоны, за счет которых мы можем собирать такие полноценные продуктовые наборы и, собственно говоря, передавать нуждающимся того или иного региона. А мы, я говорю именно потому, что обычно фонд работает в тесном, плотно с региональными организациями. Собственно говоря, в данном случае это Самарская епархия, это Министерство социально-демографической и семейной политики, это благотворительный фонд «Родные люди», это «Дом молодежи». То есть у нас мы очень плотно пытаемся прорабатывать разные темы, в том числе, допустим, острый вопрос – это выбор категории и выбор именно тех нуждающихся регионов, которые получат в дальнейшем нашу помощь. И, собственно говоря, здесь хотелось бы… Фонд «Продовольствие Русь» – это первый вопрос. Давайте, наверное, начнем с него. Ну, дело в том, что Самарская епархия уже сотрудничает с фондом «Продовольствие Русь» достаточное время и, в принципе, открыта к сотрудничеству с любыми добрыми людьми, которые занимаются таким прекрасным делом, как развитие волонтерского движения, как благотворительная помощь. В Самарской епархии есть уже достаточно давно очень активно работающий отдел по социальному служению и благотворительности, и у него целый ряд проектов, и для него, для этого отдела нашего, одно из приоритетных направлений – это взаимодействие с благотворительными фондами, в частности, с фондом «Продовольствие Русь». И вот второй вопрос сразу утекает из первого. Как раз Юля, она об этом и начинала говорить. По каким критериям определить людей, которые нуждаются в помощи? Как вы это делаете? Вы это делаете сами, вы это делаете совместно? Потому что, наверное, многие люди не откажутся, ну, скажем так, от подарка. Но подарок и помощь – это несколько разные истории, разные вещи-то. Конечно, это делается совместно. Юля начала говорить, что партнеров много, то есть это взаимодействие с епархией, с Министерством социального развития и демографической политики. Но вот церковь – это как раз тот институт, обладающий определенными, скажем так, механизмами, да, то есть даже та сеть приходов, которая существует, покрывает практически всю территорию, если мы говорим о Самаре, Самарской губернии, конечно, позволяет на месте священнику и, скажем так, администрации прихода знать своих прихожан, знать действительно нуждачи. То есть это то место, куда люди действительно идут, когда тяжело. То есть, и, скажем так, в плане информации, это действительно один из самых удобных механизмов. То есть люди могут не дойти куда-то еще до каких-то, может быть, властных структур, да, то есть… То есть с ведомником они не всегда идут, а… Идут, но, может быть, не всегда даже попадают, да, а вот приход – это, наверное, первое место. Куда человек просто иногда даже, может быть, не всегда ожидая в прямую помощи, он, конечно, радует… То есть он пришел помолиться и попросить его в Бога помощи? Или просто выговориться. Или выговориться, да. Просто выговориться, боль, излить боль, и вот поэтому, конечно, та сеть приходов, которая существует, позволяет епархии, в общем-то, мониторить определенную ситуацию. И если мы говорим конкретно о данном марафоне, просто мы сейчас, да, в преддверии непосредственной акции, находимся, кто-то, 29 сентября, то, конечно, она приворочена к Дню пожилого человека, вот, той 1 октября, мы, скажем так, чтим особо эту категорию людей. И, конечно, вот, когда мы говорим об адресатах вот этой помощи, этой акции, то, в первую очередь, это пожилые люди, которые обладают весьма и весьма скромным достатком, чаще всего это, скажем, одиноко проживающие старики. Мы прекрасно с вами понимаем, что на ту минимальную пенсию, которая существует, даже если она выплачивается, да, выплачивается вовремя, да, то есть это как раз тот случай, когда это не подарок. Когда эти, это масло, эти крупы, эти консервы, это не подарок, это реальное подспорье, позволяющее многим одиноким старикам действительно, ну, более-менее достойно существовать. Поэтому как раз это вот, скажем так, та категория, которая лучше всего, наверное, позволяет отследить церковь. Юлия, что такое банк еды? Я слышал этот термин, и он меня немного озадачил, почему слово банк присутствует. Да, вы не смущайтесь. Слово банк в данном случае – это слово, которое переводится как накопитель. То есть, допустим, банки еды, банки крови, то есть это какие-то определенные организации, которые накапливают или которые используют определенные механики для того, чтобы накопить какой-то ресурс. И, собственно говоря, банки еды в данном случае – это вот те организации, которые ищут разные возможности и разные ресурсы получения именно продовольствия. И я, как уже говорила ранее, мы прорабатываем, мы работаем по трем направлениям. Мы работаем в части получения излишков от производств, мы работаем по добровольческому проекту, в рамках которого фасуются продуктовые наборы. И мы работаем по системе продовольственных марафонов, когда мы даем возможность покупателям прийти и поучаствовать в такой хорошей, доброй социальной инициативе, которая в данном случае, как правильно отметил отец Максим, приурочена к дню пожилого человека. И мы действительно попытались сделать так, чтобы нашу помощь максимально проработать, те списки, которые у нас есть, чтобы помощь, которую мы соберем, получили именно нуждающиеся, одиноко проживающие бабушки и дедушки. Поэтому действительно ждем всех 29 сентября принять участие. Действительно, это очень просто. Можно просто прийти купить продукты в магазине, можно записаться, как я сказала, уже и стать нашим волонтером. То есть поработать. Поработать, поработать в магазине, поработать потом можно еще на складе в этот же день. Потому что мы до 6 собираем продукты в магазинах, а дальше, благодаря нашему партнеру компании «Грузовичков», мы собираем все продукты из более чем 200 магазинов по всей Самаре и отвозим на склад. И уже вечером, в ночь, мы начинаем собирать первые продуктовые наборы. И, собственно говоря, следующий день тоже, он весь посвящен именно сборке вот такого большого набора. И уже со следующей недели, можно сказать, первые продукты будут доставлены бабушкам и дедушкам. То есть это будет достаточно оперативно сделано все. А вот это только бабушки и дедушки. Просто вопрос в следующий. Насколько велика потребность населения в продуктах питания, бедного населения, скажем так, малообеспеченного населения? Вот по вашей оценке, по вашей оценке? Ну, я бы сказал, что то, что мы видим на приходах, позволяет говорить, что это не только, конечно, старики. Это целый ряд, скажем так, групп. Это нередко многодетные семьи, которые имеют какой-то достаток, но, в общем-то, он впритык. Зачастую там тоже это не является подарком, не является какой-то, извините, блажей. То есть есть, когда много детей, когда один кормилиц, когда муж работает, действительно, семья хорошая. Ну да, а жена в декрете сидит. Да, действительно, в декрете это не то, что пьющая семья, это не то, что какая-то, да, скажем так, с низкой социальной ответственностью. Ну да. Нет, это действительно, но просто, когда там 4-5 детей, конечно, там все будет абсолютно. У нас такие семьи тоже есть, и у епархии есть проекты помощи этим семьям. То есть это разные категории. Есть категории нуждающиеся, которые действительно иногда по своей вине, да, но мы же не будем по этому человеку бросать, отказываться от него в помощь. Оказывается, даже и на улице. Поэтому у нашего социального отдела есть проекты по кормлению даже в таких условиях. То есть еженедельно там до 180 человек кормят по пятницам, по субботу у нас есть места. А это тоже, собственно, нужны продукты, из чего-то надо готовить. То есть у нас готовятся, и потом в пятницу, в субботу, там, да, там двух точек, там на металлургии, значит, еще в одном месте. Происходит кормление горячим обедом тех, кто вообще на улице. То есть там тоже нужны продукты, и там тоже принимается все. Я к тому, что люди, которые не успеют там в этот день, не успеют вот как раз поучаствовать в этой акции, приуроченной Днем пожилого человека, могут вот эту продуктовую помощь оказать. И мы говорим сейчас, в частности, о Самарской области практически в любое время. То есть всегда есть те, кому она нужна. То есть просто эта конкретная акция, конкретный марафон, о котором мы сейчас говорим, это вот целевой такой. Ну и по нашему опыту мы видим, что, как правильно отметил отец Максим, действительно есть семьи многодетные, нуждающиеся. Опять же, вот, допустим, бабушки одиноко проживающие, им не хватает на какие-то лекарства в том числе. То есть за счет того, что они получают такую системную помощь продовольственную, они могут как-то перераспределить бюджет и сделать так, что что-то вот из тех сэкономленных денег будет пущено, допустим, на ту же медицину или вот закрытие каких-то таких нужд, которые они не могли себе позволить. Поэтому действительно мы видим, что, да, помощь такая нужна. Не лишняя, она очень нужна. Есть люди с инвалидностями, которых тоже, они слушают эти деньги там на постоянно необходимые лекарства какие-то, потому что это не всегда хватает даже тех пособий, которые там есть и приваленности. Поэтому это позволяет высвободить некоторые средства, это очень важно. Юля, вопрос такой, может быть, не очень приятный, тем не менее. Всех всегда волнует при работе с фондами, при поддержке фондов прозрачность. Вот как гарантируется доставка тех продуктов, либо денег, которые жертвуются до конечного потребителя? Вот как у вас эта выстроена система? Да, это действительно очень важный вопрос. Это важный вопрос, чтобы люди верили и понимали вообще, с кем они дело-то имеют. Да, и поэтому мы и стали прорабатывать вот этот момент по пожертвованию именно продуктовых наборов и самих продуктов. Потому что действительно есть момент такого недоверия к фондам. И гораздо проще зайти в магазин, купить ту же самую гречку и дать волонтеру. Все-таки есть вера, что продукты до нуждающихся дойдут. И если говорить именно про марафоны, и говорить про самарский марафон в частности, мы полностью открыты, мы ждем волонтеров, людей, участников и на сборах, и на предфасовке. Наборов 29-го числа, мы ждем людей и 30-го числа. Можно посмотреть, как это делается, можно посмотреть, куда это везется, можно посмотреть, кому это доставляется. То есть можно просто сами глазами. Конечно. То есть это все делают сами же люди, да? Да, да. Это не только мы, это все те люди, жители Самары, которые могут принять в этом участие. И на этапе покупки и пожертвования, и на этапе доставки до конечной, вот конкретной бабушки и дедушки, про которые мы уже говорили. То есть люди – это лучший механизм контроля, на самом деле, прозрачности. Лучше всего прийти и сделать все самим. Времени не так много, вот вопросов-то еще, на самом деле, достаточно много. Кто может поучаствовать в работе? То есть с какого возраста минимум, до какого возраста максимум? Ну, социальные группы-то, понятно, любые могут участвовать. Вы знаете, здесь, на самом деле, как такового нет ограничений. Естественно, маленькие дети до, я думаю, до 8 лет навряд ли могут участвовать. Им будет тяжеловато. Но вот по нашему опыту, по опыту проведения ранее таких марафонов общегородских, мы видим, что вот уже подростки, они с удовольствием принимают участие вместе со своими бабушками, дедушками. То есть предела нет, на самом деле. С мамами, с папами они стоят в магазинах, они рассказывают, они едут с нами на раздачи. Поэтому здесь мы ждем, в принципе, разных людей. Самое главное, знаете, чтобы был вот этот порыв и желание сделать что-то полезное, что-то вот как-то уделить свое время, выдвить свое время и поучаствовать вот в такой социальной инициативе. Вы еще, знаете, вопрос лично мне даже интересный. Вы сказали такую интересную фразу, что производители, бывает, что делятся с вами продуктами, которые оказываются у них в излишке. То есть у них появляются некие излишки, которые они могут передать благотворительному фонду. Это вот что за излишки? Откуда они появляются? По вашему опыту, по опыту вашей работы? По нашему опыту причин бывает очень много, на самом деле. Но основная причина – это планирование. Бывает так, что выходит, допустим, новый продукт, и его выпускается очень много. Но при этом по какой-то причине у потребителей он не пользуется популярностью и спросом. То есть сеть торговая там? Дело не в сети, а именно вот мы же производители. По производителям. Скажем так, не берут в том объеме, который планируется. Да, да. И получается, что у производителя остается какой-то вот нереализованный, так скажем, объем, который они готовы передать на благотворительность. Но при этом это хорошие продукты, которые соответствуют всем стандартам и хороши по срокам годности в том числе. Поэтому вот мы с такими именно продуктами работаем. То есть здесь как бы задача сделать так, чтобы не произошла та ситуация, которая когда-то была в 30-е годы, в годы Великой Депрессии в Соединенных Штатах. Как вы помните, когда некоторые производители, ну, условно, выливали молоко на дорогу для того, чтобы стоимость молока, не дай бог, не упала в торговых сетях. То есть с точки зрения циничного бизнеса это вполне понятный шаг, но с точки зрения духовный, нравственный, человеческий шаг весьма сомнительный. То есть речь идет об этом. Не надо это каким-то образом утилизировать. Да, безусловно. То, что можно и нужно отдать людям. Оно передается именно за счет того, что существует фонд продовольствия «Русь», который может все эти излишки и существующие продукты с хорошими сроками годности быстро распределить и доставить непосредственно тем, кому эта помощь нужна. Те, кто заинтересуется, куда могут обратиться, где вас найти, как вас найти? Нас найти очень просто. Заходите на сайт фонда продовольствия «Русь.РФ», и там можно увидеть все варианты помощи. Это и можно пожертвовать и денежку, и стать нашим волонтером. Как я сказала уже ранее, набор волонтерский у нас открыт. Можно поучаствовать, стать волонтером здесь, в Самаре. Вот, собственно говоря, все очень просто. Ну и от себя могу сказать, что мы в этот раз подключились к этому сотрудничеству, тоже к поиску волонтеров в том числе. И поэтому все, кто считается православным человеком, кто является прихожанином того или иного храма, наверняка многие уже увидели, что практически во многих храмах Самарской епархии мы постарались, чтобы во всех есть объявления об этом марафоне, об этой акции. Поэтому тоже призываю всех потратить несколько часов своего времени. Это действительно доброе, стоящее дело. Помоги, Господи. Ну что ж, большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что наши зрители откликнутся на ваш искренний призыв. Напоминаю, моими собеседниками были Юлия Назарова, член Совета и вице-президент Фонда продовольствия «Русь» и священник Максим Кокарев. Удачи в делах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok